Это наш продукт ТОРЧИК ЛАНГЕР Поверь! И не спешите В общем, мы пришли сюда, думали, что нам будет какую-то идея Мы там запилим, нас такаем, бла-бла-бла Но нам не дали никаких датасетов Сказали, вот в открытом доступе, идите берите Но пойдешь в открытый доступ, найдешь уже решение Ну, мы не хотели этого, поэтому мы хотели найти что-то новенькое Что-то самому запилить, а не вязать чьи-то методы и так далее Вот смотрите, что получилось Всем привет! Как Дима сказал, мы хотели создать что-то новое, полезное и интересное Чтобы этим могли пользоваться все ежедневно, без каких-либо дополнительных девайсов И вот мы попали на статью о том, что по языку можно определить большое количество полезных Например, если язык бледного цвета, то это говорит о том, что у человека могут быть проблемы с кишечником и желудком Если у него покраснение, то это проблемы с сердцем Если у него искривленная борозда, например, то это говорит о том, что у него могут быть искривленные позвоночки Датасетов нет, и поэтому мы решили подойти к задаче по другому Ну, в общем, нужно было сначала выделить язычок, посмотреть, что у него там красивого, что не красивого и так далее Как задачу сегментации мы не могли это решать, поэтому подошли совсем по-другому Вот наш там маленький байплайн, то есть мы с помощью библиотеки OpenCV детектим лицо, даем ключевые точки И детектим крайние точки рта, проводим вниз линию, и потом с помощью встроенного сегментатора в OpenCV детектим язык Ну, выходит так себе, но имея датасет просто языков не размеченных Мы можем с помощью такой маски после этого обучить унет или еще что-то сегментировать хорошо языки На данном этапе у нас так происходит сегментация Что мы дальше делали? Выявляли аномалии на языке Как мы это делали? Нарезали кропы маленькие на языке, абрацинировали плотность и детектировали маловероятные кропы Вот здесь мы ставили кроп 10 0.1 квантит И видно, что это мой язык Не судите строго Здесь у меня борозда выделенная Это связано с проблемами криптата Сижу 30 секунд Можно иметь 30 секунд Но нам как бы Мы то сделали это все без выборки Но нужно как-то проверить и так далее Поэтому мы решили собрать маленький датасет Кто-то участвовал, кто-то нет? Расскажите Спасибо большое за то, что мы получили участие в датасет Мы сходили хвост, который на фейсболе Чтобы нам помогли Нас поддержали Дуже дякую людей, которые поддержали Миллион, который я обещал, он будет Будет, когда мы готовим свой продукт продакшн И будем зарабатывать миллионы уже Вот, тогда я витам все И артиллит И витам все Приклади До речи, это язык одного из участок Хакатону, который нам прислал На валютацию Тут мы видим На хинчика языка есть дефект борозди И через неправильную Не достаточно чуткую сегментацию У нас тут видела такая деталь Яка вплинула на пошук аномалий То есть это через сегментацию А борозди вот выделяй Нашу Можно практически где входить Эротип черно-белое изображения и чего заметить Да, наверное Вычип сильнее Это по трансфильм Этот элемент вертикальный нас тоже определяло А вы умеете делать локализацию этой аномалии Мы знаем где область где находится эта бороза Мы можем считать Внутри этого сегмента Вы рассказываете как правильно Просто смотрите не на Внутри этого сегмента Мы умеем автоматически определять Выделяется ли борозда И пока не выделяется Где? Этот кейс конкретно выделяется То есть мы смотрим сцену Смотрим где борозда выделена И тем самым где она Ага Что имеется Ну просто выделяем сцену Эвристика У нас есть имитированный язык Смотрим Это номер 2 Это номер 2 Это аномалия Внизу языка обусловлена какой-то аномалией вверху к крипту в области шеи Тут интересный такой кейс Мы спросили болит ли у него на шее Как часто болит Он сказал она не болит Но аномалия есть У этого человека очень повышенная чувствительность в шее И это интересный такой кейс Что не только болит свежая Две минуты Например, чувствительность Да, наступный кейс мы выделяли уже не борозда Но на этом языке видно что в принципе никаких аномалий нет Он достаточно равномерно стоит в моем плане кольера Но ревень червоного кольера превращает норму Поэтому глянувшись языком можно сказать, что человек, который болит этим языком мает какие-то захворювания сердца Хотя на сегментации этого не будет Просто в целом Весь язык превышает норму членного появления Ну и интенсивность членного появления Это еще один язык нашего человека, который находится здесь Вот Тут вот такой сегмент Вот это автоматизировать мы пока не будем То есть Вот такой кейс мы не научились автоматически этого плана Это то, что мы не успели что делать Этот сегмент вказан вказан на то, что у человека возможно проблемы с шнуково-кишечным трактом вот вот серверный кейс тут поросли просто не только в центре а и по полуках и ну ну подивившись сегментацией можно сказать, что что в принципе аномалий знайден по всему языку скольки пошкоджен язык и ця хвороба вказана на то, что есть проблемы с мозгом или с другими системами так что не встегли то встегнем позже створим ну якийсь веб-сервис для того, чтобы можно было переселиваться по мобаку чтобы пользователи могли каждый день заходить и тестить расширить таки все остальные достаточно но что створить датасет для того его увеличить для и общаться с обличчем у нас еще была детекция обличчя и мы можем выглядеть какие захворювания с обличчем но мы просто не встегли в одну модель сделали ставку на язык больше спасибо за идею по-нашимпански спасибо ребятам по-нашимпански было интересно следующая команда номер 7 suggest r suggest suggest r suggest suggest